Уважаемые коллеги, в прошлом году я участвовал на первом мероприятии, которое было организовано здесь, в Европейском гуманитарном университете. И мне очень понравилось, что, скажем так, не мой заговорил или хотел заговорить. Не мой лицейду, не мой сам регион. Значит, сам регион сидит, плачет, кричит, но конструктивных шагов в интеллектуальном таком макро плане мало чего делает. И здесь я видел первую попытку, первый блин, который, конечно, всегда, как мы знаем, имеет определенные технологические моменты, но все равно это чрезвычайно интересно и нужно. И я подумаю, я с тех пор пару раз и мне честь встречаться с коллегами из университета, выступать перед студентами, преподаватели продолжались это делать. Значит, я все-таки говорю о геополитике в другом случае, не включая военно-морских флотов, не включая энергополитики, не включая... Это постмодерная геополитика мечты, мифов, картина о себе, проекции на врага, проекции на себя. И я таким-то образом, я вот в этих 20 минутах пытаюсь говорить об этом. Я это читаю очень важным, потому что мне кажется, что везде, во всех геополитических больших регионах у нас сложный баланс между, ну, я это называю инфраструктурой, значит, порты, трубопроводы и прочие-прочие, военные базы, я не знаю, индустриальная мощь и вот этой мягкой, этой софт стороны этого дела. Мне кажется, что, и это моя первая пежа перед тем, что вступаю в действие, этот регион, который мы называем сейчас между морем, является очень интересным, потому что меняется его, вот в этой комплекции геополитическая сущность. Если она была, вот эта группа стран была регионом, где и примере, я бы сказал, грубые интересы больших, великих держав, и вот эти мифы разного рода внутренне и внешне соприкасались, я думаю, и это моя первая очень оспоримая теза, что регион превращается, ну, в спокойную лагуну, я буду говорить не о застой, я буду говорить о лагуне, и вот фактически между открытых морских, открытых морских боев в лагуне нет. Вода не глубокая, танцы, что много, и прочее, прочее, зато очень много мифов, и поэтому это как раз регион мифов и не морских боев. Все вспоминают бывшие морские бои, и память об этих морских боях живет, поэтому историческая политика является более активной и важной частью актуальной политики, чем, скажем, военно-морская, потому что заливы закрывают. Значит, еще одно модное замечание, что думаешь, что это изменение, которое происходит, изменяется и в технологическом плане. Конечно, снова можно будет об этом спорить, но думаю, что через лет 15 в технологическом плане трубопроводы исчезают куда-то, и превышаются атернативные технологии, флюидизация газа, парты и прочее, прочее. И каким-то образом, сам, кстати, Газпром со своими трубами становится одним из игроков по сравнению с многими другими игроками, скажем, импортом флюидного газа или импортом русского флюидного газа, значит, в эту самую, и каким-то образом мы находимся в стадии, когда вот эта трубная зависимость постепенно исчезает. Значит, если мы исходим из того, приведу такой пример. В 19 веке, если ты хотел добраться до Индии из Англии, и, конечно, Суэстский канал был просто абсолютно ключевым постом. Конечно, грузы, одни грузы идут по Суэстскому каналу сейчас, другие грузы, например, нет, идут в обходах Африки, и, конечно, люди летают в Индию самолетом. И, соответственно, изменяется суть Суэстского канала. Не знаю, что это неважный элемент, но совершенно другой элемент. Играть в том, что вот в 19 веке, это смешно. Но здесь возникает второй момент, что инвентация, я бы сказал, в середине 20 века, и по отношению Суэстского канала, и по отношению Павловского канала, никакой демократии там, конечно, не было, вопрос стоял в том, что сам канал, значит, труба, если хотите, и территория, на которой эта труба лежала, они были намертво связаны. Хотел канал, надо было контролировать территорию. Эгипет, или оторвать кусок от Колумбии, создавать государство Панамы, и прочее, прочее. Сейчас возникает вопрос, это, кстати, вопрос всех колониальных держав примерно с 40-х годов 20 века. Что дешевле? Отпустить территорию и контролировать другими средствами, или контролировать вместе с территорией. Значит, я думаю, что многие и в России, и в Международье, считают, что территория нужна. Моя тееза, что территория уже больше не нужна. И поэтому эти государства думают о себе, что хотят, теряют в геопартийском весе. И я повторяю, это очень хорошо для их будущего источника, не реформ. Значит, я читаю, так сказать, я смотрю на регион, поражите, а потом считаю, что регион никому не нужен. Поэтому регион может сам развиваться, может сам придумывать свое будущее. Все зависит от собственного механизма. Никто другой этим не интересуется. Значит, пять минут, чтобы что, время бежит. Значит, все-таки я требую обратить ваше мнение на то, что есть две большие геополитические визии, я бы сказал вот так, исторические сложились, об этом регионе, о котором мы сейчас говорим. Вообще, я сейчас не буду говорить о границах этого региона, меняются истории. Значит, я бы сказал, я ссылался бы, значит, для меня очень интересного русского историка-осииста, больше осииста, чем историка Цимбургского, который недавно скончался, который говорит о том, что у него метафора, которая, в общем-то, на сколько, на сколько, в районной части российских интеллектуальных живет, Россия – это остров. И из этого острова она доплют до континента, до континента, или цивилизованный мир, или чему хочешь. Значит, этот регион нужен в качестве моста, залива, удобной болот, болот, я не знаю, но, в общем-то, все-таки, вот российская. Европейская линия была очень расплющатая, но, все-таки, расплющатая, и не по отношению к Междумору, и вообще всего то, что шло с Востока, из Востока шла опасность. Монголия, турки, татары, Московия и прочее-прочее. И, соответственно, надо было как-то изолировать, ввести в порядок, каким-то образом контролировать эту ситуацию. Моя первая теза, что потребна, я бы сказал, визия острова, российского, осталась, европейское видение опасности исчезло. И это создает... Нет, нет, нет опасности. Геополитической военной нету, и прочее-прочее. Нет. И вообще, главные фронты, они где-то на другом месте. Соответственно, одна сторона, одна большая региональная геополитическая держава, или центр Сирии, хочет чего-то от этого региона. Второй центр ничего не хочет. И в первом, очень-очень, в таком прикладном плане, и так далее. И здесь возникает проблема Цимбургского, не случайно я его цитирую, который говорит о том, что фактически вот то, что мы называем между морем, это наиболее узкое место между евразийским континентом и европейским полуостровом. И исторически проблема всегда заключалась в том, что одна страна, один центр силы или несколько центров силы контролирует эту перещину, скажем так. И так его образован до 18 века, я украшаю Цимбургское, я его цитирую, до 18 века у нас было разных контролёров, и таким образом, конечно, Польша, Польша, Литва, Аутаманы, Швеция, и каким-то образом они, правда там, ну, это были разные микрорегионы, но всё равно каким-то образом перещинка была не прикрыта одной державой, потом с 18 до 20 века Россия, и потом, ну, после распада Советского Союза возникает вопрос, возвращаемся ли мы до 18 века, или каким-то образом Россия или кем-то другим, НАТО или Евросоюз, удастся снова полностью перекрыть перещинку. Значит, таким образом в этом плане вопрос, кто перекроет перещинку, моя гипотеза, что вообще можно не вернуться в 18 век, и можно не объединить контроль перещинки, потому что контроль перещинки уже не важен. Не стоит этим заниматься, возиться. Значит, вторая теза, что это тоже, может быть, я не знаю, положительное или отрицательное, я не знаю, этому региону, региональным элитам, плохо, если две стороны, я бы сказал, Россия, Европа, или Россия, или Германия договариваются. Если они договариваются, вот приведу такой пример, который в этом городе является, но таким, не знаю, живым дьяволом. Это факт Риммитропа Молотова. Две региональные крепкие державы договорились, и каким-то образом по-другому крепкие державы не могут, ну, нет, это мутанная форма, но крепкие державы договариваются, или они разделяют. Они могут снова разделить по-разному, или то, что тоже в их интересах. Уважаемая, значит, предыдущая доказательница говорит о том, что большие державы не заинтересованы в регламентации, в инструментализации переговорного процесса о нефти. Конечно, если я сильный игрок, мне не нужна никакая общая система правил. В этом и заключается моя готовность, и в этом и заключается и с европейской, и с немецкой стороны, и с российской стороны, интересы в том, что зачем договариваться с местными транспортировщиками, зачем взять на себя нужных, если они не могут меня заставить это делать. Если они могут, я делаю, если нет, нет. Значит, моя вторая теза, что этому региону, во-первых, наиболее оптимальная ситуация, когда, потому что если великие державы не в свои интересы, в данном деле Европа тоже новая империя, если они договариваются, это не значит, что разделение, не значит, что там колючие проволоки, но факт остается фактом, что местные элиты, значит, открываются на заголовки. И с точки зрения местных элит, они должны как-то быть более активными игроками. Если обе стороны, на одной стороне баррикады, смотрите, газопровод север, посмотрите, что происходит в данном моменте, с набухой, ну, даже в планах и с югом, это же, конечно, договариваются, зачем эти, зачем нам эти, значит, нам, немецким домогазьяркам, или, не знаю, там, условно, это, гриберские, чешские игроки, не игроки, потому что тоже надо сбор, как-то, не знаю, там, местным, каким-то там, пустарям, иметь в виду, что украинские, российские элиты, должны иметь между собой, как они даже ренту, пользуясь этим режимом, значит, контролизировать, не надо, надо, так сказать, упрощать эту ситуацию, поэтому, моя вторая теза, умеренный конфликт, это наиболее выгодная ситуация для, для, для этой группы стран, если нет умеренного конфликта, конфликт должен быть контролирован, значит, он должен быть под капаком, значит, конфликт под капаком, осторожное зажигание конфликта, это очень уловный вариант, если, Лукашенко, не было бы Лукашенко, если, если он был бы даже Януковичем, кого интересовала Белоруссия, никого, и она не стала бы более демократической, значит, кто дал бы выгодные стипендии белорусским молодым интеллектуалам, Польшу, Америку, Германии, никто, значит, пока умеренный конфликт существует, конфликт должен быть под капаком, местные гражданских общественных условий должны быть заинтересованы, элиты должны быть заинтересованы, местные элиты, я бы сказал, это очень некрасиво звучит, мне говорят своего имени и так далее, даже участвовать не в зажигании конфликта, но в поддерживании конфликта. Я не думаю, не зная вот эти геопронические конструкции, они очень хорошо участвуют поддерживающие конфликта, Не знаю, насколько они сознательно это делают, но делают во всех вариантах это самое. Значит, и здесь возникает последний пункт, я бы сказал, не научная, не политическая, я бы сказал, артистическая задача. Каким образом поддерживать конфликт без того, чтобы, так сказать, действительно был пожар. Что топить, но без пожара. Вот, если удастся это делать, значит, вот настоящий артист, художник. Вот у нас возникают четыре проблемы, я выбрал просто их гораздо больше, но я выбрал четыре для демонстрации. То, что я называю проблемы имагинации, имад, имиджа. Значит, я просто перечитаю, потому что время идет. Первое, что, конечно, мы находимся, вот я говорил много о том, что плену исторических, плену предыстории. Вот, знаете, есть знаменитая фраза во всех, читает эту фразу, повторяет эту фразу во всех военных училищах земного шара, что генерали упражняются всегда в предыдущих войнах. Значит, генерали хотят выиграть не эту следующую войну, а они не знают, какая она будет. Они собираются выиграть предыдущую войну. Я посмотрел фильм 1957 года, английский фильм о том, что гражданское освещение должно делать при случае атомной войны. Это голодная война, это реалии. Они представить не могли, как выглядит ядерная война. Они брали образцы великого пожара Гамбурга после бомбардировки англичанами во время войны. И я просто помню, ради Гохме, ну, это факт, что они представили, что ты должен взять с собой в ядерный бухер. Что ты будешь из ядерного бухера, ты как-то мог начинать новую жизнь. Чековую книжку, не забудь. Но я представляю себя, значит, англичанин, который выводит в Лондоне или Манчестере постоянно по ударам на землю, пытается выписать чек, что-то сказать, не знаю, там, платить за электричество или что-то такое. Значит, я бы сказал, вот эта проблема, что и, очень интересно, Европы нет, но Россия и местные лиги играют в предыдущую войну. И вот надо было как-то оторваться от этого. Вторая проблема, это называется проблема Родины. Значит, все-таки здесь строится, говоря я об этом, национальное государство, начиная с 20-х годов, разными успехами, неудачами и так далее. Но получается так, что если мы берем между море, вот эта территория, пусть мы называем так, это Родина, это Родина нескольких концепций Родин. Значит, здесь есть, и об этом можно будет читать отдельный доклад, я собираюсь отдельную статью писать, что здесь есть минимум пять концептов Родины, которые соревнуются друг с другом. Вот этот город, это Родина трех наций минимум, я не говорю о большей империи и так далее. И каждая нация, а всегда та, которая контролирует государственную власть, считает, что у нее только одна, вот это ее. Значит, я не знаю, может быть, уважаемые украинские коллеги меня поправят, я очень много в Украине, очень много, много, много десятилетий и много езжу. Первые украинские публикации, которые говорят, я говорю не о научных публикациях, а о путеводителях, которые говорят о том, что в этом самом, в Варвове, что это с кульпольским городом, они в мои глаза, в мои руки попадали только после распада советской власти, и то их немного. Один словом, это земля украинцев, а остальные были попутчиками, временными оккупантами, я не знаю, что. То же самое здесь. И я могу продолжить, любую землю. Получается так, что если у нас вот такие нечеткие представления о Родинах, то это очень сложно потом строить национальные государства. Кстати, есть очень интересные, очень подробные исторические работы, и имеют возможность покуриться в них не по этой территории, а по Греции. По Греции, газовый паспорт, по Макадонии. И выясняется, что пока жили там под турками, концепция, чья это родина, они возникли. Жили там разные народы, и все они были в этом плане не до модерниты, и их это не интересовало. Появилась европейская модерниты, и европейская модерниты разрушила этнический мир. И как-то уже начали, да, греки это наши, а вот турки вот отсюда, а вот славяне это наши и так далее. До этого, до 1880-х годов, этих конфликтов в этом плане было меньше. Значит, поэтому так, что это необязательно, вот эта проблема родины должна быть. Третье, мы уже говорили о том, техно-территориальные комплексы, проблема трубы. Трубы, я думаю, что проблема трубы, это стало в глазах геополитического мышления местной элиты неким эквивалентом английского Гибралтара в конце 20-го века. Гибралтар это империя. Это перевал, это даже, ну, понятно, узкое место, понятно, важное место и так далее. Но получилось так, что Гибралтар стал символом империи, а труба стала символом и главной опасности независимости. Таким же образом, как Гибралтар, конструктор, миф, и мы боремся с мифом трубы, но мы боремся с мифом. Четвертое, проблема эмагинации. Это тоже, если хотите, и открытая такая культурологическая проблема, и практическая проблема. Значит, есть, да, хотим активное участие Европы. В каком виде, какой форме, я-то не знаю. Ну, у Европы два мифа, два, ну, две картины, скажем, о регионе. Первое, что это наши потерянные, малые европейские братья. Наши, но не полноценные. Если наши не полноценные, соответственно, обращаться надо с ними и нами, но с них полноценные. Я в начале 90-х годов читал в Америке, и, конечно, очень интересно в связи с событиями из региона, и помню, что Хабер великолепный, абсолютно первоклассный интеллектуал, хороший писатель, можно его хвалить часами. Значит, прибыл, уже был президентом, еще Чехословакий, прибыл в Америку, читал речи, не знаю, что помню, в Габбарде, но и в Конгрессе. Я помню, еще не говорил, я в Габбарде был полный тенец. Вот этот тонкий интеллектуал понимал, что им нужны маленькие пигмеи, которых белые люди освободили из леса. И он играл это, что мы маленькие пигмеи, нас вот злой волшебник держал под палпаком, а вот вы, белые волшебники, значит, сломали власть вот этого плохого волшебника, мы стали свободными, мы очень благодарны и вечно благодарны. Вечно это значит, в таких случаях 10 лет, вечно не бывает. Значит, и таким образом, это первый миф. Второй миф, это тоже, кстати, миф, французский миф 18 века, это добрый дикар. Значит, это дикари, это варвары, но это достойные варвары, у них есть свое общество, свои ценности, от них надо учиться. От маленьких братиков, от пигмеев учиться ничего не надо. А доброго варвара, да, потому что мы уже стали очень утонченными, то все. Возникает терапевтический и практический вопрос. Можно ли играть в оба игры вместе или по очереди, или каким образом, так сказать, потому что местные лифты пытаются играть и в эту игру, и в ту игру. Одно время быть добрыми варварами, мускулистыми быть пигмеем, это сложно. Мускулистых пигмеев не бывает. Значит, но мы пытаемся, значит, создавать. И вот появляется, значит, моя основная гипотеза, вернусь к основной гипотезе. Перед нами новая лагуна. Вот новая лагуна, это в двойном смысле периферия. Для России главные линии фронта это Китай, Центральная Азия, Ислам. Для Европы это Близний Восток. Соответственно, двойная периферия в смысле, что ни одному из больших игроков это не первоначальная штука. Я говорил о том, что постепенно превращается, насколько я понимаю, во-первых, газ производят через 15 лет в России не там, не сейчас, и технология транспортировки будет работать. Так что вся эта теперешняя система постепенно, я понимаю, но превращается куда-то. И у нас, значит, возникает оптимизм после всего этого долгого пессимизма. Во-первых, если это лагуна, в лагуне у местных рыбаков всегда больше автономно. В большое море они выходят, большие военные корабли не могут зайти, потому что вода не глубокая, а вот я, значит, на этих небольших шунах я сам укручусь, и вот даже мои шуны будут самыми крупными шунами на этой территории, в этой воде, в лагуне. Так что это хорошо. Это положительная информация для всех. С другой стороны, лагуна, она вола нестабильная, не потому что она не глубокая, и поэтому любой мелький ветер может раздувать. Значит, в лагуне могут возникать совершенно опасные бури, потому что там даже малый ветер может раздувать всё. Значит, утонуть в лагуну можешь запросто, если даже это не глубоко, потому что, например, в моей родной стране Болотон, красивый озер, очень глубокая, значит, я не знаю, любой ветер средний увеличили, создаёт там космические бури, и люди, конечно, бураки погубают, они не знают о том, что там только два метра влюблены, такие ветры и так далее, и создаётся видимость морского боя. Значит, вот это самое. И вот третий пункт. Местные региональные великие державы, это Россия и Европа, заинтересованы в охлаждении конфликта, я бы сказал, в создании какой-то системы быстрого замерзания. Я бы сказал, это местная дезинфекция, местная анестезиология, это как зубной врач. Я не хочу лечить твою челюсть, я хочу просто вырвать, я должен вырвать зуб, потому что какой-то... И для этого я принимаю местное решение, значит, завязать вот тот кусок твоей челюсти в зуб, а больше нет. И, соответственно, вся эта техника там. А с другой стороны, как я уже говорил, там умеренный, постоянный, но контролируемый конфликт, это в интересах местных элит, значит, местные элиты не миролюбивые, они конфликтолюбивые. Им конфликт ружин. Вот это наша лагуна. Из этого можно выводить. Вывод номер один. Если, да, пока, значит, транспортировка землей или без земли, пока технически это не решается важно. Но получается так, что этот регион был важным и с точки зрения поставки... Ну, сырьевых ресурсов, кроме пшеницы, здесь или карточки нету, но вот в этом плане, в большом количестве, так сказать, для всей Европы. Ну, это есть. Но в Европе, значит, перепроизводство социальных продуктов, в России относительно меньше, но пока есть нефть и газ можно купить на мировых рынках, так что не надо местную картошку покупать. Но проблема возникает другая. Значит, мы в ситуации, где в Европе нужны людские ресурсы. Иммигранты, мигранты. И я очень как-то поэтистски некорректен, нужны белые мигранты. Что не белых есть много. Не белых сколько хочешь. А не белых, если я хорошо понимаю, даже левая Европа, не говоря правой Европы, значит, боится как дальше некуда. В результате этого любой белый мигрант, который может получить все равно откуда, хоть из Южной Африки, хоть из Белоруссии или Украины, это огромная достоинство. И поэтому я очень как-то грубо говорю, по слову, этот регион является в этом плане для Европы очень важным. Имея в виду, что и в России происходят аналогичные процессы, старение населения и так далее. И видим, что, несмотря на то, что, ну, Советский Союз исчез 20 лет тому назад, а Средние Азиаты для Москвы стали абсолютно чужими. Значит, их отцы вместе служили в армии, они ходили в одни и те же школы. В больших среднеазиатских городах жило огромное количество очень утонченных русскоязычных интеллектуалов, русских, нерусских, все равно. И это все исчезло с точки зрения сознания, так сказать, гражданского общества, больших городов, и получается отчуждение. Таким образом, снова говорю, извиняюсь, значит, европейский или европоинтный иммигрант очень нужен. Нужен и в Москве, и нужен и в Париже. И вот откуда брать, из Южной Африки это дорого, или больше едут в Австралию, в Канаду, отсюда, да, пожалуйста. Заканчиваем. Проблемы европейских политик в этом плане. Это снова, вот я меняю положительные и отрицательные. Снова отрицательные. Значит, во-первых, любой порядочной политикой любой крупной державы, скажем так, даже вы система круто и пряника. А у европейцев очень плохо и с пряником, а кнут они боятся применять, а пряник не первой свежести очень маленький. Так что система кнута и пряника без этого не получат, нет геополитики. Второе из этого выводит, что Европа заинтересована местной анестезиологией, потому что наиболее дешевый вариант. Значит, смотрят не на то, где лучший товар на рынке, а где дешевле купить. Значит, второе. Третий пункт. Выяснилось, что те попытки европейские и вообще западные в регионе, это очень важно с точки зрения Беларуси, для меня. Но мы это больше видим на российском примере, что те попытки, которые пытались, ссылаясь на морализаторство, на права человека, на политические кондиции, чего угодно, получить перевод от авторитарного га или от полуавторитарного га до четверть авторитарного режима. Но вот это реальные реформы, они не получились. Получились вот эти игры с умеренным, и умеренные игры с небольшим куском пряника, там, где уже вообще шли реформы, реформы делали, если был ветер из запада, делали уже реформы, которые принимались местными элитами, чуть-чуть быстрее. Но, значит, максимум, то, что можешь делать, чуть-чуть ускоряешь этот уса. И вот, значит, после этого предпоследнего пункта вывода, последний. Наиболее важный, один из наиболее, все они важны. Один из наиболее важных моментов здесь то, что любой западный аналитик, любой, это, кстати, они ставят и так дословно, ставят вопрос, who is your dog? Кто? Какая собака наша собака в этом докфанте? Если есть наша собака, мы готовы, так сказать, эту собаку что-то делать. Нет нашей собаки, ну, бог с ним. Фактически шла, вот когда шла долгая дискуссия политическая, дипломатическая, моральная, всякая, обмешательство в Боснии, в войне в Боснии шла гражданская война, погибли десятки тысяч людей. И долго они могли определить, я смотрел американские документы, а где же, какая собака наша собака? Значит, с одной стороны, да, там страдают мусульмане, но, кстати, мусульмане даже быть нашей собакой, нет. Долго опрелись, пока опрелись, как опрелись, и вот тогда и Дайтон, и войну остановили и так далее. А кто здесь наша собака? Что для Евросоюза Тимошенко наша собака, потому что ее посадили, она такая же не наша, как и другая. Наша собака должна быть хорошей боевой собакой. В Беларуси хороших боевых наших собак потенциальных нет. Пока одна собака не доказывает, что она сильная, она не будет нашей. Она должна быть нашей, почти победить без нас, тогда мы можем брать ее. Если она слабенькая и плачет, ее кусают, она не наша. Проигравщая не наша. Это тоже понятно. Из этого мы перешли к выводам. Значит, что можно делать? Я перечисляю. Об этом сложно можно было бы только об этом одно говорить. Я хочу, так сказать, еще больше времени заправить. Значит, во-первых, безусловно, надо повысить вес региона. Это только местные элиты могут делать. Если они могут делать поражительное, прекрасное. Если нет, надо делать умиренно отрицательное. По-другому не получается. Надо, чтобы на тебя смотрели, чтобы это было бы важно. Если там никого спасать, то... Если ты сильный и придешь в демократию, ну тебя приветствуем в Европарламенте, клопаем ладошками и поручаешь клинки, если нет, ты должен страдать. Второе, что, конечно, любой сильный пакт, что такое железный пакт мира, Евросоюза или НАТО с Россией, это было бы плохо для региона, потому что, безусловно, это определило бы все одноуродный статус-коу. Значит, сильного пакта без статус-коу нету, а статус-коу не в интересах местных людей. Третий пункт. Безусловно, то, что я называю Small Patrons Policy. Значит, у тебя нет подхода к Брюсселю или к Вашингтону, езжай в Бухарест, в Варшаву, в Истамбур или в Анкару. Вот больше не остается. Это называется Small Patrons. И у них есть исторические какие-то моменты, они знают, где этот регион, они мечтали бы о том, чтобы вернулся бы в статус, если не великой державы, но державы среднего уровня. И вот, кто же может вернуть уровень, значит, средней державы Польши, если не Украину? Или Белоруссия других нет. Значит, Германия этого не хочет. Вишеградские уже много раз сказали полякам, что не хотят видеть больше качества регионального неба. Единственное сейчас ягельонская мечта – вернуть Украину, все равно в каком виде, в каком союзе, вернуть Украину и Белоруссию. Значит, и последний пункт – можно брать образцы. Значит, то, что я называю пере-over-generalization. Пере… как это сказать красиво по-русски. Значит, я беру какой-то опыт и предлагаю более обобщенным, чем есть в действительности. Первый вариант называю Baltics Plus, Baltica Plus. Baltica Plus, значит, я, значит, пытаюсь попасть в НАТО и оттуда, значит, качать мои права по отношению и местному русскому населению, и русскоязычному, и России. Значит, вот это как в старом анекдоте, когда Зайц играет плохо на рояле, но там Лев, в общем-то, ждет и царь. Ну, все хорошо знают эту анекдоту. Второй вариант – Украина Plus. Значит, попытаться играть, играли долго, что мы с вами играли бы, если вы что-то за это дали бы. И мы, конечно, не против вас в исторических корнях. И получать немножко… это модель разведенных родителей. Что, значит, и папа даст шоколад сынку, и мама даст шоколад сынку. И сынок отчуждается от семьи, от это и от другое, получает двоюю порцию шоколада и чувствует себя убаянно. Третий вариант – польский пассионализм без Польши. Это то, что фактически между морем и без Польши. Это польская идея, как Павел об этом уже говорил. Значит, это можно попробовать, но проблема заключается на том, что для этого нужен центр. Значит, это не просто, можно и без порядка играть, если есть местные силы и центры. Украина не хочет в эту играть, пока других центров нет. Таким образом, вот вам пакет радости и горечи, конфликтов и положительных моментов. Я думаю, что мы даже быть не пессимистами, не оптимистами, а жестокими реалистами. Спасибо. Спасибо.